МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волейбольные баталии в лагере «Круто». Юбилей – это не только очередная дата, это очередной этап. Повод подвести итоги, проделанные работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи. Десногорской колонии поселения 35 лет. Высвободилось время на непосредственную работу врача и пациента. Новости Росатома. Проект «Бережливая поликлиника». А теперь об этих и других событиях подробнее. На Международном авиакосмическом салоне в Жуковском представили образец учебно-тренировочного самолета СР-10, выпускаемого Смоленским авиационным заводом. Этот самолет заменит чехословацкие реактивные Л-39, на которых до сих пор учатся летать российские курсанты. В Смоленске уже готовится к выпуску пробная партия. Заводские испытания прошли успешно. В рамках федеральной программы «Земский доктор» в этом году на работу в сельскую местность Смоленской области планируется привлечь около 20 врачей. По условиям программы медработник имеет право получить единовременную компенсацию в размере 1 миллиона рублей, при условии, что он отработает на селе не менее пяти лет. По поручению губернатора Смоленской области разработаны и региональные меры поддержки. 25 июля состоялось плановое оперативное совещание главы Десногорска Андрея Шубина с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб города. Подробности далее. Андрей Николаевич подвёл итоги работы подразделений администрации и предприятий за прошедшую неделю. Его заместитель по социальным вопросам Александр Новиков доложил, что в рамках социального проекта «Гражданин страны Росатом» проходят рабочие встречи представителей госкорпорации с депутатами и руководителями управляющих компаний. В администрации прошёл семинар для представителей среднего и малого бизнеса на тему участия в государственных закупках. 21 августа состоятся общественные слушания о внесении изменений в правила благоустройства, а 28 августа пройдут общественные слушания об изменениях в правила землепользования и застройки в Десногорске. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Завершился ремонт на магистралях первого микрорайона. 24 июля в спортивном зале первой школы состоялся дружеский турнир по волейболу среди старшеклассников лагеря «Круто» и молодых атомщиков, работников Смоленской АЭС и подрядных организаций. Подробности в нашем сюжете. Эти спортивные состязания были запланированы заранее, ведь педагоги лагеря для старшеклассников придают большое значение укреплению взаимосвязи подрастающего поколения и специалистов-атомщиков. Почему атомная электростанция? Потому что это сердце нашего города, это образующее наше звено, и мы уже несколько лет работаем при активной поддержке атомной электростанции, ведь детский отдых очень важен, и, казалось бы, где можно отдыхать в нашем городе, а дети у меня от 14 до 18 лет, это очень такой серьезный плац, где большая заинтересованность. Конечно же, любовь к спорту без вредных привычек – вот наш девиз. Стоит отметить, что этот волейбольный турнир состоялся при поддержке профсоюзного комитета Смоленской АЭС, который уделяет огромное внимание развитию культуры и спорта в нашем городе. Очень рады видеть сегодня здесь наших детей, наших ребят, потому что они не перестают заниматься спортом и в свои каникулы. Это очень приятно. Владислав Самарский посещает лагерь «Круто» с 13 лет и постоянно участвует во всех спортивных соревнованиях, набираясь опыта и мастерства. Это самое соревнование, оно нам поможет набраться новых, больших навыков и начать лучше играть. Поэтому я считаю, что проходит волейбол, футбол. Все вот эти мероприятия, они полезны для нас. И в будущем мы будем, думаю, лучше играть в футбол и волейбол. Все спортсмены готовились к игре, регулярно тренировались и надеялись на победу. Для нас вообще как бы это первый случай игры именно на таком уровне и такой организации. Видимо, отсутствие опыта игры с подростками и стало причиной поражения команды молодых атомщиков. Хотя играли честно, без поддавков. А старания, спортивный азарт, желание победить и благосклонность фортуны обеспечили старшеклассникам первое место. 21 июля у деревни Сикачи в Вележском районе состоялась церемония захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, найденных бойцами поисковых отрядов в ходе межрегиональных вахт памяти. 117 красноармейцев проводили со всеми почестями, отпеванием и минутой молчания. Благодаря очередной вахте памяти, в которой приняли участие отряды из Вележского, Демидовского, Руднянского районов и поисковики из Владимирской области, установлено еще семь имен. Через Смоленскую область пройдет Всероссийский автомарш, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. В нем примет участие мотоклуб «Ночные волки», а также региональные ветеранские, молодежные и общественные организации и объединения, в том числе и юнармия. Патриотическая акция «Наша победа» стартует 11 августа на Смоленщине. Затем пробег двинется через Липецкую область в Луганск и Донецк, пройдет через Ростов и закончится в Севастополе. Спустя 76 лет на Соловьевой переправе вновь дали бой немецким солдатам. На этот раз вместо нескольких дней сражение продолжалось всего 10 минут. В минувшие выходные в Кордымовском районе прошел туристический фестиваль «Соловьева переправа». Битву реконструировал военно-исторический клуб «Смоленский рубеж». Седьмой фестиваль посетили сотни гостей, среди которых были и десногорцы. Пятая колония поселения – практически ровесница нашего города. В этом году часть отмечает 35-летний юбилей. О том, кто пришел поздравить коллектив, мы расскажем в нашем сюжете. Перед началом торжества фильм-презентация напомнил собравшимся историю создания и становления исправительного учреждения в Десногорске. В настоящее время колония поселения предназначена для отбывания наказания работников судов и правоохранительных органов. Начальник – полковник внутренней службы Александр Филимоненко. От Федеральной службы исправления наказаний коллектив поздравил начальник управления Алексей Баранов. Учреждение успешно справляется с поставленными задачами. У них есть достаточно большой ресурс для выполнения этого. Есть ресурс и человеческий. Хочу обратить внимание на то, какое количество выходцев из этого учреждения заняло руководящие должности в других подразделениях. Ставят это учреждение и собственные цели. А все это говорит о том, что у этого учреждения впереди еще большой путь. Ветеранам внутренней службы и действующим сотрудникам Алексей Борисович вручил медали «За отличия в службе». За особые заслуги сотрудникам вручены почетные грамоты. От администрации Десногорска коллектив поздравил глава Андрей Шубин. Нелегкий труд сотрудников колонии зачастую связан с риском для здоровья и жизни. Не просто ежедневно иметь дело с нарушением закона. Но именно от такого вашего профессионализма, гражданского мужества, решительности и настойчивости во многом зависит вера в людей и безопасное проживание в нашем городе и в стране в целом. Андрей Николаевич вручил почетные грамоты от губернатора Смоленской области и главы муниципального образования. Представитель депутата Михаила Лосенко вручил работникам учреждения благодарственные письма от Смоленской областной думы. Родной коллектив поздравили бывшие начальники колонии-поселения Сергей Терешков, Александр Ларченко и Петр Петров. Торжественная часть юбилея сопровождалась концертными номерами десногорских вокалистов. Более 10 тысяч человек посетили седьмой фестиваль «Смоленский звездопад», местом проведения которого стал аэродром Южный. В этом году масштабное мероприятие получило статус международного. В Смоленск впервые приехали пиротехники из Норвегии, Болгарии и Азербайджана. Каждое выступление длилось пять минут. Самым красочным и синхронным стало шоу команды из Казани. Они заняли первое место. «Росатом» избавит больницы и поликлиники от очередей. До конца 2017 года более чем в 200 медицинских учреждениях России будет запущен проект «Бережливая поликлиника». Он основан на успешном опыте повышения эффективности производства на атомных предприятиях и адаптирован для сферы здравоохранения. Огромные стеллажи, заставленные тысячами амбулаторных карт, доживают свои последние дни. Уже совсем скоро в детской городской больнице города Волгодонска все данные пациентов будут храниться в электронном виде. А значит, для их поиска потребуется в разы меньше времени, чем сейчас. Основной эффект, конечно, будет от этой автоматизации. Тогда очень много появится инструментов для оптимизации всех потоков. То есть у нас и с очередями, и с профосмотрами, с анализами. То, что почувствуют, в первую очередь, пациенты. Детская больница Волгодонска – одна из сотен медицинских учреждений нашей страны, где началась реализация проекта «Бережливая поликлиника». Он осуществляется благодаря поддержке госкорпорации «Росатом». Суть проекта в том, что успешный опыт по оптимизации производственных процессов на атомных предприятиях теперь будет применен для решения застарелых больничных проблем, невозможность записаться на прием к узким специалистам и бесконечное ожидание в очередях. Мы хотим выстроить систему прохождения профосмотров, чтобы мама с ребенком, получив карту прохождения профосмотров с перечным кабинетом, с указанием времени по каждому кабинету, поднявшись на этаж, могла четко видеть, куда и за кем, потратив там час-полтора, прошла полностью весь профосмотр и осталась довольна. Сомнений в том, что производственная система «Росатома» окажется эффективной в сфере здравоохранения, нет. С конца 2016 года в больницах Ярославской и Калининградской областях при участии специалистов госкорпорации были проведены мероприятия по оптимизации работы регистратуры, по разделению потоков пациентов, по координации работы врачей и по изменению расположения кабинетов. Результаты не заставили себя ждать. Очереди сократились до 8 раз, ожиданию кабинета до 12 раз. Высвободилось время на непосредственную работу врача и пациента. Полученный эффект и положительная оценка руководства дали проекту «Бережливая поликлиника. Путевку в жизнь». До конца 2017 года планируется распространить этот опыт не менее чем в 200 учреждениях здравоохранения по всей стране, в том числе в больницах и поликлиниках в городах присутствия госкорпорации «Росатом». И в заключении новости спорта. Смолянка Алина Васькина выиграла первенство Европы по гиревому спорту. Состязания среди юношей и девушек состоялись в ирландском Вексфорде. Наша спортсменка подняла 16-килограммовую гирю 219 раз, опередив ближайшую конкурентку на один рывок. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok